Добрый день дорогие друзья, любители шахмат, с вами говорит Гроссмейстер Алексей Ермолинский. Партия пятого тура турнира претендентов между Яном Непомнящим и Ван Хао. Что ж, я вот продолжаю, продолжаю работать, смотрю, партии очень интересные. Конечно, я еще помню, как мы комментировали вживую, когда партии играли с Гроссмейстером Владимиром Добровым, используя наши, в общем, анализами это не назовешь, идеи, которые мы рассматривали, как, в общем-то, стартовую позицию для моих анализов. Ну, наверное, вы уже много смотрели моих роликов, и, наверное, вы привыкли уже к моей манере. Я, в общем-то, не вдаюсь очень глубоко в варианты, и, ну, как-то считаю, что другие, другие стороны борьбы, именно вот борьбы между двумя шахматистами и, в общем, того, чем эта партия была окружена, турнирное положение, взаимоотношения между противниками, более, для меня это более интересно и более важно, чем докапываться до каких-то там компьютерных истин. Они все равно, наверное, по большому счету, принадлежат компьютерам. Только. Так вот, эта партия, которую сейчас мы будем смотреть, она для меня вообще совершенно идеальная, поскольку вариантов в ней практически никаких нет. И, да, можно включить движок свой, он вам будет что-то показывать, но это совершенно все невнятно и вообще большого отношения не имеет к тому, что происходит на доске. Значит так, как шахматисты подошли к этой партии пятого тура? Ну, оба были довольны своим турнирным положением, я предполагаю. Два с половиной из четырех. Два с половиной из четырех. Хороший старт. Могло ли быть лучше? Может быть, у Ванхау, может быть, и могло. У него, в принципе, выигранная, наверное, позиция была во втором туре против Гири. Мог вообще два из двух стартовать. С другой стороны, у него были проблемы против Грищука достаточно серьезные. Ну, кто его знает, два с половиной нормальные. Для Яна, не помнящего, ну, я думаю, что он вот в этот момент только набирал обороты. Конечно, это легко сказать, зная уже результат. Он выиграл и эту партию, и следующую. Ну, в общем и целом, игра Яна производила очень и очень хорошее впечатление на турнире. По крайней мере, в этот момент. И вот он пошел себе вперед, Е4. А Ванхау отвечает русской партии. Ну, я уже говорил в своих комментариях, что Ванхау, он вообще интересный очень человек, и подходит к шахматам их жизни по-своему. Значит, чем бы вообще китайская шахматная ассоциация его не заманивала, ведь они гарантируют все, там, стипендию платят, оплачивают поездки на турниры, тренеров предоставляют, у них база прекрасная для тренировки и отдыха. Но все равно Ванхау не поддался на все это дело. Идет по жизни своим путем. Он, да, за команду Китая национальную он уже очень давно не играл. И на этот турнир он готовился не дома, он был в Японии. В общем, учитывая всю эту обстановку, уже тогда напряженную с вирусом, и, в общем, казалось непонятно вообще, сумеет ли он вообще добраться до Екатеринбурга. Ну, добрался. Правда, один, без тренера. Но ничего, зато русская партия есть. И вот так вот. Ну, наверное, в основном подготовка Ванхауа, скорее всего, была к другим вариантам. Может быть, к этому варианту кодит С3, да, вместо Д4, который Ян очень много и успешно играл. Но об этом в будущем. Сыгран это было Д4, то есть это основная классическая линия, значит, русской партии. Но вот здесь вот ход слона Ф5. Значит так. Слон Е7. Рокировка. Конь С6, да. И вот так вот. Так играл Карпов. Ну, разумеется, очень много партий. Там у него был он и с Каспаровым в матчах. Там много можно чего посмотреть. Ну, вот такая система. То есть черные уклоняются от симметрии. Я уже говорил о том, что иногда в симметричных дебютах черным лучше уклониться. Лучше как-то поставить фигуру на другие клетки. Здесь вот сразу же все. Симметрия вся нарушена. Но вот ход слона Ф5, он на самом деле очень близок. Он в родстве находится вот с этим вариантом. Там Карпов, скажем, назовем. Потом, конечно, много было партий. Там Крамлик очень много играл черными. Многие другие. Гельфанд. Многие внесли свою лепту. За белых, разумеется, Ананда. Но вот ход слона Ф5, он, честно говоря, мне так понравился, что я, хотя я русского никогда не играл до этого, я решил применить его в партии против Алексея Широва. На турнире в Чили мы играли в конце 2018 года. И вот, что было у нас. Значит, ладья Е1, рокировка. Широв пошел Ц4. И тогда я ответил вот этим ходом Конь-Ц6. Ну, в принципе, у нас ничего такого очень многозначительного не произошло. Позиция получилась довольно стандартная. Может быть, она у белых чуть получше, но я проигрывать был не обязан. Там проиграл я по разным другим причинам. Но если вы хотите знать одну из них, то просто мы противник более сильный шахматист. Были и другие. Позиция приемлемая для черных. Во время партии я думал, хорошо. А может быть, белые Конь-Ц3 пойдут? Мне казалось так интересно. Ну, скажем, структура у белых не самая такая. На Ц4 можно все равно пойти. То есть можно прийти к тому же, к чему партия с Шировым пришла в конечном счете. Ведь так сам Ян, не помнишь, играл несколько раз. Раза четыре. Это было где-то в семнадцатом-восемнадцатом годах. То есть я даже эти партии пробежал глазами немножко, пока я там готовился к партии с Шировым. Разумеется, я ничего запомнить не мог, поскольку здесь нет конкретных вариантов. И от компьютеров тоже, я считаю, толку чуть. Но я имею в виду так. Может быть, если глубоко смотреть, там компьютеры могут предложить какие-то глубинные идеи. А так пробежать глазами, и если очень быстро, то непонятно, почему компьютер играет так, а не по-другому. Вроде бы оснований для этого нет. И поэтому и запомнить трудно. Ну хорошо, было сыграно конь Д2 в партии, однако ход, который... Я, честно говоря, считал, что он белым вообще ничего не дает. Из-за хода конь Д6. Это главная идея Слон-Ф5. Но, вот так вот, С6. Оказывается, партии, конечно, были. Были партии. Партии всегда были. Во всех вариантах. Вот после С6. Конь Ж3. Да, Конь Ж3. Так играл Вашьев Аграф против Ананда. В Сент-Войсе. В 2018 году. Блиц это был, да. Но сейчас надо Блиц тоже смотреть, что делать. Значит, было следующее. Конь А6. Конь Ф5. То есть, Белый как-то пытается вот нагнетать. Выставил Ферзя на хорошую позицию. Такой был сделан ход. И здесь, ну, кажется, некоторые затруднения с этим конем на Е6, да. Конь бьет Ф7. Грозит подорвать этого коня. Куда вести эту фигуру? А как выяснилось, никуда. Анан пошел себе с Вон Д6. С идеей встретить удар на Ф7. Контрударом. Ну, теперь. Ну, просто все заканчивается вечным шахом, да. Ферзь Бет Ф2. И Ферзь А4. Вы не можете потом Ферзем на А3 уходить, да. Потому что Ладьяна Е1 висит. То есть, приходится соглашаться на ничью. Ну, партия у них и закончилась ничью. Правда, было сыграно по-другому. Ну, несколько партий я нашел. Но они все как-то протекали так. Вот белые вроде бы играют непритязательно. Иногда, не часто, но иногда выигрывают белые. То есть, мне кажется, этот подход в какой-то степени... Вот я когда комментировал партию самого Ващева играла, я, по-моему, сказал на эту тему, что невозможно все это опровергнуть. Сейчас черные играют такие дебюты, которые опровергнуть нельзя. Иначе бы их не играли. Но вот Ващева графа в особенности, да, он находит какие-то позиции, где вот что-то вот, что-то такое небольшое, тем не менее, у белых остается. Какое-то небольшое давление. И он в эту же точку продолжает бить. И да, выигрывает он не часто. Может быть, один раз там из четырех. Зато не проигрывает. Вот это важно. Наверное, вот Ян решил действовать похожим методом. Посмотрел он на эти позиции, прикинул, что куда, и посчитал, ну ладно, буду играть. Разумеется, для матча это, может быть, была бы вообще идеальная стратегия, да? Для матча. Ну хорошо, эту не выиграл. Ну, будем продолжать давить. Для турнира вроде бы кажется, ну, я играю белыми, ванхау все-таки не самый титулованный противник. Но, однако, что уважать надо здесь всех. И я думаю, что Ян вообще правильно построил стратегию на эту партию. Вот что было. Значит, опять же, конь идет на А6. И пешка Аш. Это спрашивается, откуда? Ну вот. Играется, играется так. Становится более и более популярным. Как вот возможность, ну, как-то усилить давление, какие-то новые идеи там привлечь. Наверное, еще Ян был под впечатлением того, вот как Каруана с ним обращался в предыдущем турнире, задвинув эту пешку Аш и создав, создав довольно серьезные трудности для черных. Он решил вернуть должок. Значит, здесь удалось вынудить размен Суана. В 6 вернулся назад. И такой вот на вид непритязательный размен. Но идея в том, чтобы захватить поле Ф5. Так белые сюда зашли и напали на конь А6. И пешечка идет вперед. Ну, немного времени мы с Владимиром уделяли этой партии, в ее процессе. Казалось, что позиция, ну, слишком какая-то простая. Думали, ну, подождем, пока начнутся какие-то события. Они действительно потом начались. Пока мы концентрировались в основном на партии Алексеенко с Вашьево-Гравом, где была сицилианская с жертвами. Вот здесь мы немного посмотрели, но не видели, как за белых усиливать. Но вот был сделан ход G4. Но не то, чтобы этот ход очень смелый, ну, наверное, все-таки вряд ли черные могут создать серьезные угрозы белому королю. Сложнее было найти следующую идею за Яна. Это был ход C4. То есть, вообще говоря, может быть, черным следовало здесь пойти B5. Но это уже с задним умом. Когда было сыграно конь D6, вот первый ключевой момент в партии. Планка Руаны. Пешка задвигается на А6. Но G6, видимо, играть нужно, наверное. Не хочется же создавать слабости. И вот тогда C4. Здесь вообще... Я, кстати, точно не знаю. Я почему-то поленился это посмотреть. Предположительно, белые играют G5. Угрожая... Ну, не то, что матом, но, в принципе, по большому счету, да. То есть, мат можно поставить либо с 8-го ряда, либо с G7. Не знаю, как здесь правильно. Наверное, такой ход. Это вообще вынуждает ферзь G8. Ферзь G8 все-таки пассивно. Теперь сюда. Для того, чтобы черным выкарабкаться из всего этого дела, им придется забирать пешку на... На А6 другого выхода не будет. И белые поведут пешку D вперед. Ферзь в Мэшпале, как мы знаем, это не количество, а качество пешки. Что движется быстрее вперед, то и... То и важнее. А... В какой-то степени черная пешка на G5 мешает черному ферзю сразу начать объявлять шах и белому королю. В общем, просто... Просто можно пойти. Наверное... Наверное, можно просто пойти вот так. Да, это лучше у белых. Но я не знаю, что после G5. Какие еще возможности? Этот шаг... А на этот шаг что делать? Может, это я прозевал просто? Может, это не G5? В общем, честно говоря, я признаюсь своему стыду, что у меня ничего здесь не проанализировано. Ну, наверное... Но я понимаю, что белые-то как угодно могут сыграть. У них все равно будет... Будет инициатива и компенсация. Ну, скажем, я не знаю. Такой ход можно сделать. Ферзи А3. Угрожаю зайти на Ф8. На черном не просто выкарабкаться, да, отсюда. На ферзи F7. Ферзи D6. Ну, ладно. Это я уже экспериментирую. Я думаю, вы сами посмотрите, если вам интересно. А... Ван Хаута быстренько сыграл король G8. Ему, очевидно, хотелось выбраться королем из этой матовой сети. Логичный ход. А что еще он мог сделать? Ну, конь F7 еще мог пойти. Значит, тогда... Допустим, белые могут, кстати, пожертвовать. Вот так вот пожертвовать пешку. Ворваться на B8. Да, хитро нужно с H2, чтобы не отдавать на H6. Ну, опять же, практическая точка зрения, у белых никакого риска нет. Ну, то есть, они играют активно, там, что-то забирают. Наверное, при правильной игре черные держат ничью. Ну, вот, у противника выбор, действительно. Бить на C4 или... Или не бить, или... В общем, Ван Хаут, который любит играть из общих соображений. Вот в этом я... Не хочу сказать, что это неправильно и... Ну, наверное, это правильно даже. То есть, в первую очередь, выбирает как-то разумный ход. Вот если кто-то прочитал книгу Ласкера «Здравый смысл в шахматах», и Иван не просто прочитал и поставил назад на полочку, а стал ей руководствоваться, так вот это и есть Ван Хаут. Он играет просто в шахматы очень здраво. И вот он так пошел. Значит, ферзь H2, это очень тонко. Король F7 и C5. Быстренько мы смотрели, когда этот вариант, еще до того, как это случилось. Я сказал что-то по поводу конь B5. И Володя Добров говорит, не, 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 тогда ферзь B8. И как-то я подумал, да, что вот сюда я беру. Берут эту пешку с шахом. И берут еще одну. Ну, кажется, что у белых, в общем, хорошая позиция, лучше, да? Но на самом деле, может быть, здесь ничья. Вот мы не успели это посмотреть, поскольку переключились на что-то другое. И главное, что Ван Хау не сумел посмотреть. Ведь у него на самом деле, в этой позиции, довольно легкая ничья, повторением ходов. Он может начать шахом, ну, любым, таким, например. Пойти конем даже назад можно. Или конь F3 потом назад. Или если так, то, может быть, можно конь F4. Белые тут не могут ничего добиться. Ну, дадут они пару шахов, но... Грозят же маты с B1, SH1. То есть, наверное, придется просто повторять ходы. Не удастся белым здесь выиграть. То есть, это было, вот этот ферзь E4 ход, это ключевой, это контр-игра. Совершенно ключевая контр-игра. Ну, наверное, вот... Где-то вот в этот момент, может быть, не хватило глубины для Ван Хау. Я не помню, какая у него ситуация была по времени. Может быть, был какой-то недостаток времени, но мне кажется, он был не особенный. Ван Хау вообще быстро играет. Мне кажется, он просто недостаточно глубоко посмотрел. Просто как-то не поверил, что вот этого вот может быть достаточно. Одного хода F4. Ну, шахмат это странная игра, да? Иногда вроде бы и исход партии представляется нелогичным. В общем, что еще он мог сделать? Ну, если уже было отступать и защищаться, надо было ходить в ферзь E7. Ну, а что действительно? Ферзь H8 еще пока ничего не выигрывает. Вышел сюда. Разница положения черного ферзя, но ее трудно было уловить. Ферзь D7 оказалась, скорее всего, решающей ошибкой. Ян пошел в ферзь H8. И блестяще пошел в F4. Ну, ферзем-то пешку не скушать, да? Какой удивительный мат. А на взятие конем... Ну, сначала Ян так профессионально повторил ходы. Видите, если бы ферзь стоял бы на E7, да? То можно было бы королем уходить за него на D7 или даже на F7. Но ферзь как-то на E7 не попадает. А в этой ситуации, вот, повторили сходы, да? И было сыграно очень сильно Fd8. Напали на коня. Ну, ходить конь B5. Ну, что тут можно сказать? Самое простое, наверное, сыграть А4. Выиграть коня. Но, наверняка, белый выиграет партию. Есть какие-то другие форсированные варианты. Здесь можно ходить F5. Продолжать атаковать отсюда. Кстати, может быть, у белого здесь выиграны. Я вообще не представляю, как можно пешку А6 удержать. Белый король. Ну, как-то защищен. Конем с E3 от вечного шага. Ну, я думаю, что А4 было бы сыграно, скорее всего. А сыграл китайский гроссмейстер Fd7. Ну, и здесь все закончилось, поскольку король оказался перегружен. Белые выиграли фигуры, и на 43-м ходу Ван Хаус сдался. Вот так вот Ян Непомнящий захватил лидерство в турнире. Очень, я бы сказал, он партию поставил правильно. Очень профессионально. То есть не зарывался, действовал с запасом. Но в то же самое время, любимый его материал. На доске ферзи должны оставаться. Тогда Ян играет очень здорово. И немногие могут. Немногие могут удержать ситуацию. Под контролем. В общем-то, Ван Хау, по большому счету, как-то развалился. Даже неожиданно быстро. Ну, что ж. Таким образом, я заканчиваю свой репортаж. Репортажем это не назовешь. Это скорее какие-то воспоминания о пятом туре турнира претендентов. Впереди еще много работы. Впереди еще 8 партий. Надеюсь, что вам нравятся мои ролики. С вами был гроссмейстер Алексей Армалинский. Спасибо. 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 Спасибо.